В районном Доме культуры состоялся семинар с участием налогоплательщиков, где спикерами выступили специалисты Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Темой семинара стали изменения в Налоговом кодексе Республики Казахстан. На семинаре присутствовал заместитель Акима Бурлинского района Дулатый Машев. С разъяснениями по новшествам в Налоговом кодексе выступили руководитель управления разъяснительной работы Оксана Нигмитулина, главный специалист управления камерального мониторинга Ирина Ресная, главный специалист управления экспертного контроля Руслан Баширов, главный специалист управления аудита Роза Закупова. Кодекс дополнен новой статьей 51.2, которая определяет порядок получения отсрочки по государственной пошлине в судах. То есть, если вы являетесь физическим лицом, у вас какие-то финансовые проблемы, имущественные проблемы, а также юридическим лицом с финансовыми проблемами, то вы имеете право получить отсрочку при подаче иск, допустим, в суд на уплату государственной пошлины. Данная отсрочка предоставляется в связи с вынесением в суд. Обращайтесь в суд. Суд выносит определение. Далее, отсрочка. Они определяют ваше финансовое положение и имущественные проблемы. И данная норма не действует только для субъектов крупного предпринимательства. Отсрочка представляется в срок, не превышающий одного года со дня вынесения судом определения об отсрочке. При этом физическое или юридическое лицо имеет право уплачивать сумму госпошлины частично или оплатить досрочно до окончания срока. Также в налоговом кодексе исключена обязанность для налогоплательщика, который имеет контроль на кассовой машине. Раньше, если товарные чеки, сменные отчеты, книгу учета наличных денег она хранила в течение пяти лет, обязанность была, то в данном случае на сегодняшний день данная норма исключена за исключением тех лиц, у которых имеется контроль на кассовую машину без функции фиксации передачи данных, то есть не онлайн ККМ. Кроме того, в налоговом кодексе определено, что деньги, направленные из нацфонда детям, не рассматриваются в качестве дохода физического лица. Микрофинансовым организациям с целью снижения проблемы задолженности населения по кредитам предусмотрены временные изъятия с 1 января 2024 года по 1 января 2007 года, при условии, что средства не будут признаваться доходом микрофинансовых организаций при прощении займов должнику при расчете КПН, но только в пределах установленного коэффициента 0,2 и только в случаях уменьшения требований к должнику. Теперь при осуществлении перевозок СНТ оформляется на каждое автотранспортное средство по отдельности. Также были отрегулированы вопросы ввоза товаров в адрес физических лиц, то есть если до этого СНТ оформлялось, если, допустим, товар идет в адрес физического лица с ЕС, то оформлялось грузоперевозчиком только при ввозе. В связи с последними изменениями теперь перевозчик обязан оформить СНТ и при вывозе также. То есть при оформлении СНТ в адрес физического лица она осуществляется следующим образом, то есть так как логист осуществляет выписку СНТ своим электронным цифровым ключом, он автоматически указывается в графе грузоотправителей, но также в СНТ у нас есть графа дополнительной информации, где он указывает, что по факту грузоотправителем является такое-то физическое лицо. Также при пересечении автомобильных пунктов пропуска водителями предоставляются товар сопроводительный документы, в которых будет указано, кто по факту является грузоотправителем либо грузополучателем. Кроме того, внесены изменения в сроки сдачи декларации об активах и обязательствах и декларации о доходах и имуществе формы 250 и 270. Если ранее крайним сроком предоставления декларации на бумажном носителе было 15 июля, а в электронном виде 15 сентября, то сейчас данный срок определен единым – 15 сентября. В Управлении государственного дохода по Борлинскому району нами проведен семинар с налогоплательщиками по изменению налогового законодательства. Кроме этого, поднято актуальный вопрос по мобильным переводам и всеобщему декларированию третий этап. Также наши сотрудники Департамента государственных доходов разъяснили изменения в рамках камерального контроля по отмене моратория на налоговые проверки в 2024 году. В целом на семинаре специалистами Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области был отмечен ряд внесенных в налоговый кодекс изменений, кроме порядка сдачи всеобщего декларирования и видах форм приема оплаты за товары и условия осуществления мобильных переводов.